добрый вечер спасибо какие софиты яркие вас здесь отсюда больше чем когда сидишь в зале меня зовут руслан поговорим про правила игры кто меня знает поднимите руку пожалуйста вижу несколько рук но остальные не знает я предлагаю познакомиться вот можно навести просто телефон на qr-код или ввести ссылку там будет несколько вопросов интересно ваше мнение вопросы про тэд здорово быть на тэде сегодня просто наводим открываем камеру если кто не пользовался qr-кодом наводим и там откроется ссылочка нужно будет нажать далее и там несколько вопросов просто вводить суп так любо iphone 7 кей я смотрю потихонечку до заканчиваем у кого появилась вот такая картинка ну окей метод вопрос вот несколько человек меня знают они мне доверяют может быть видели меня где-то а вы-то остальные зачем вы ходите по ссылкам от незнакомцу но у нас тема тэда какая цифровой мир правила игры да вы же все знаете что не надо какой-то непонятный незнакомый человек пришел и говорит откройте ссылку нажмите кнопку введите какие-то дунда если бы номер карточки попросили вы бы тоже вводили ну тема кибербезопасности для меня очень важно я давно занимаюсь этой темой изучением ее и практикой я работал в компании группа и би которая занимается расследованием компьютерных преступлений возглавлял отдел специальных проектов наша команда защитила денежные средства наших клиентов на сумму более 400 миллионов долларов поэтому давайте про хакеров поговорим вот когда мы думаем о хакерах мы наверное представляем их такими ребятами в капюшонах они сидят за черными терминалами там зеленая матрица какая-то обязательно операционная система linux которую они вводят в терминале какие-то странные коды там да и что-то ломают наверное сидят они где-то прокуренном компьютерном месте но вот иногда они могут быть героями фильмов кто смотрел хакеры о гораздо больше чем меня знают хакеры 95 год отличное кино очень рекомендую юная анжелина джоли со своими друзьями компьютерными вундеркиндами они ну они талантливые программисты талантливые хакеры что они делают они наказывают несправедливые корпорации которые там плохо себя ведут вот они восстанавливают справедливость ну наверное мы можем отнести этих ребят к активистам да тем людям которые хотят выразить какую-то социальную позицию или политическую позицию еще есть много разных вот мы читаем в газетах в основном про русских хакеров еще про какие-то истории но важно понимать что 90 процентов и даже больше киберпреступников мотивировано финансово они хотят украсть деньги деньги где-то лежат и хотят украсть информация лежит и хотят украсть и продать и так далее если мы поразмышляем вообще масштабы киберпреступность что она из себя сегодня представляет порядка двух с половиной триллионов долларов ущерб мировой экономики на сегодняшний год и по прогнозам буквально через несколько лет эта сумма достигнет 8 триллионов долларов какие-то вообще колоссальные цифры даже сразу не скажу на насколько нули здесь ну вот важно важно еще наверно тезис кибербезопасности проблемы киберпреступности перестали быть айтишными проблемами это не удел безопасников не удел айтишников на самом деле проблема всех компаний в мире вот есть несколько разных исследований практически все ставят киберпреступность в топ-3 проблем для бизнеса в среднем на второе место причем для банков для финансовых корпораций это риск номер один и ну вот объем ежегодных хищений это вот как раз где-то лежат деньги их украли в год порядка пяти миллиардов рублей это ограбление банков это ограбление клиентов банков юридических физических лиц и так далее ну 5 миллиардов рублей на самом деле сложно представить эту сумму сумма большая мы решили померить как можно как можно на понятном языке переложить 5 миллиардов рублей мы посчитали что если по кадастровой стоимости считать то это примерно 40 сакерских соборов это на секундочку полмиллиона билетов на ленинград причем в виппортер и это 4000 тонн корюшки вы можете представить это 4000 тонн корюшки еще раз 5 миллиардов рублей большая сумма и как действуют хакеры вот история очень много интересных пугающих есть история про то как чуть не ограбили центральный банк бангладеш хакеры проникли информационную систему межбанковских платежей и почти им удалось украсть около миллиарда долларов 900 с лишним миллионов ну естественно такую сумму если сдвинуть сразу то это привлечет внимание поэтому они маленькими траншами по 20 миллионов начали двигать эти деньги первые четыре платежа прошли она 5 операционист дойче банки обратил внимание то что там опечатка в инструкции и поставил на hold эту транзакцию потому что хакеры написали слово foundation то есть фонд с ошибкой из этого мы какой вывод можем сделать языки нужно учить и в целом вообще вот хакерство и такая мульти дисциплинарная по ходу история это и пройти и про языки и про социальный аспект вот другая группировка но там миллиард не смогли украсть а кобальт который активны последние несколько лет и который когда специализируется организованная преступная группа которая специализируется на ограблениях банков они украли больше миллиарда евро тоже огромная сумма кто может кто вообще видел миллиард евро или миллиард вот вот вы там сзади люба это вы ну давайте пообщаемся тогда после выступления как это нас касается миллиард это вообще нас наверное сложно нам представить у нас нет таких сумм нас грабить вроде бы не будут мы пользуемся облачными хранилищами у кого дропбокс есть кто пользуется дропбоксом окей окей yahoo не такая распространенная почтовая система кто кто-то пользуется несколько человек пользуются еще есть другие почтовые системы facebook наверное все пользуются кто не пользуется так вот здесь у нас анархисты хорошо ну вот и дропбокс была утечка массовая поэтому если вы не меняли пароль от дропбокс последние пару лет но он уже пару лет лежит просто открытым текстом скорее всего в интернете у yahoo была утечка всех трех миллиардов аккаунтов логин и пароль открытым текстом лежат в интернете можно с этим что-то делать facebook весь прошлый год занимались тем что вели дискуссию по поводу персональных данных сукерберг рассказывал в конгрессе 11 часов как устроен интернет что такое куки и седовлас и старцы его внимали этому всему и пытались понять нарушил или не нарушил и вот еще есть какие-то маленькие локальные истории пиццерии возле дома вы заказали пиццу может быть зарегистрировались личном кабинете может быть вы купили кроссовки в магазине и заполнили анкету на получение дисконтной карты имя фамилии email там что-нибудь еще вот представьте если большие ребята подвергаются атакам у них происходит утечки насколько уязвима ваша пиццерия в доме но с одной стороны уязвима потому что наверно никому не нужно ее взламывать но другой стороны это заблуждение потому что происходит вот такое массовое сканирование всего до чего дотянутся руки поэтому тезис о том что вот какое-то количество информации мы не контролируем просто это очень важно держать в голове теперь давайте поразмышляем как происходит взлом на одном конкретном примере сейчас расскажу как украсть 5 миллионов долларов криптобиржа криптобиржа это место где торгуют криптовалютами криптобиржа подверглась атаке злоумышленники провели такой очень базовый анализ предварительный ну почитали facebook людей которые работают на криптобирже и прислали им 6 писем которые были заточены под интересы этих людей один человек интересовался панк-рок ему прислали бесплатные билеты на рок-фестиваль другой человек раньше работал сми был журналистом вот ему пришел запрос от журналисты причем со ссылкой на его предыдущие работы якобы вот давайте прокомментируйте какую-то ситуацию было приглашение на работу но это понятно но еще одного пригласили в уважаемое айтишное сообщество ну как мы понимаем здесь все грехи там понятны корысть тщеславие гордыни еще иногда бывает давит на страх например ваш пароль изменили или кто-то залез ваш аккаунт дальше ну вот собственно письмо которое которое пришло люки кодричу здесь описывается что приходит приглашение он настолько уважаемый что его наконец-то хотят принять в сообщество уважаемых программистов с уважением профессор и внизу там приложен файл который вроде бы не представляет они экзе не visual basic не джава скрипта это обычный док файл мы эти файлы получаем и отправляем каждый день вордовский файл его запустил получатель чтобы заполнить эту форму и податься в это уважаемое сообщество компьютер зародился и дальше оттуда вывели вывели деньги собственно вопрос как вы думаете кем работал люка кордич кто считает что это был бухгалтер так обычно хорошо кто считает что это отдел финансов так вы наверное айтишники обычно айтишники винат во всем финансистов поддержка пользователей так окей но на самом деле это был системный администратор и здесь есть много разных тем над которыми нам стоит подумать но самое главное что даже системный администратор который вроде бы должен понимать таких вещах может кликнуть по ссылке это письма которые приходят нам каждый день у меня есть сейчас просьба мне хочется провести эксперимент у кого есть кошелек кто хочет выступить добровольцем так можно вас пожалуйста давайте поаплодируем поднимаетесь отлично это правильно как вас зовут спасибо что отозвались кристина расскажите что у вас в кошельке так сколько карточек давайте считать 6 кредитных карточек кредитных да это было было уточнение так что-то еще есть деньги есть я вижу так купон и защищен дома давайте очень красивая давайте еще поаплодируем так это все у меня здесь есть просто подборочка того что обычно бывает в кошельке надо добавить туда пластырь спасибо большое вам за то что рассказали про свой кошелек я прошу вас спасибо большое фокус на фокус может быть и будет давайте поразмышляем теперь вот если в метро мы едем у нас украли кошелек злодей залез нам в карман украл кошелек что это за собой повлечет ну кэш мы наверное потеряем сразу кредитные карточки если мы не писали пин-код на задней стороне у нас будет возможность их заблокировать если там были например права документы очевидно будет но потребуется их восстанавливать вот мы прикинули что до двух месяцев придется провести в различных органах для восстановления и вот на несколько документов может достигать например госпошлина 15 тысяч рублей ну плюс конечно все наличные мы потеряем ну и сам кошелек может быть нам дорог как это подарок может быть он может быть какой-то дорогой а теперь давайте подумаем все вместе что в вашем мобильном находится так что в нашем мобильном мы собрали у нас гораздо меньше иконки про мобильный потому что давайте вместе поразмышляем во первых мобильный это про то чтобы звонить поэтому записная книжка да все наши контакты переписки во вторых вообще мобильный сегодня это интерфейс наш банк то есть мы потеряем не все наличные а вообще все деньги которые у нас есть потому что это доступ банку что еще социальные сети но заметки геолокация мобильный телефон знает что вы сейчас находите здесь все вместе там есть микрофон если у вас фейсбук установлен возможно он кому-то предложит подружиться завтра потому что вы были в одном месте слушали голос и вообще микрофон постоянно включен микрофон он слушает какие-то команды ветерия или какие-то другие истории такие да ну и конечно мы телефоном пользуемся для фотографий корпоративной почты в общем получить туда доступ ну наверное будет плохо если кто-то получит доступ потому что это вся наша жизнь вот мы живем живем в цифровом мире мы уже тогда погрузились головой мы живем в цифровом мире кроме телефона нас еще окружают умные чайники умные тостеры умные роботы пылесосы камеры наружного наблюдения которые выхватывают наши лица и распознают их умные телевизоры которые иногда тоже с камерами или микрофонами и вот кому нужен умный телевизор или тостер да можно подумать был такой эксперимент энтузиасты подключили тостер к интернету и за первые 12 часов на тостер было совершено 300 атак причем первая атака пришла через 40 минут после подключения тостера к интернету но здесь несколько вопросов во первых кому нужен тостер потому что на нем нет денег да но возможно тостер присоединится к армии роботов будет атаковать дальше банки или на нем будут майнить криптовалюты но сам факт что как только устройство появляется в интернете она сразу подвергается атаки это значит что есть возможность и желание постоянно сканировать весь интернет на предмет каких стандартных уязвимостей и мы все в интернете мы с вами все в интернете как только мы туда подключились мы сразу становимся целью атаки не потому что нас кто-то хочет взломать а потому что мы в интернете и наша защита это наша собственно ответственность как мы видим по масштабам сегодняшний объемом киберпреступности потому что утечки происходят даже у больших ребят говоря уже давайте попробуем контролировать то что мы можем контролировать вот так может выглядеть очень простая цифровая инфраструктура ну какого-то среднестатистического человека видите у нас где-то есть ключевой почтовый ящик какой-то набор социальных сетей к нему подключенных то есть на этот ящик можно будет восстановить пароль до несколько телефонов какие-то файлы в облаке мессенджеры на телефонах корпоративные системы и вот я призываю над этим это взять под контроль попробовать сделать несколько простых действий вот первое действие надежный пароль пароль должен быть ну какой должен сложный длинный везде разный чтобы как раз тот момент когда у пиццерии сольют базу чтобы нельзя было пароль использовать какому-то другому сервису вашего надо его менять раз в три месяца потому что вы его можете случайно ввести на поддельном ресурсе ну вроде бы это такие рекомендации знаете из 2000 года методички как вести себя в интернете мы все знаем про пароль но если посмотреть на статистику по самым распространенным паролем в 2019 году либо люди не читают методичку там либо либо они считают что это вот их не коснется это это коснется и скорее всего коснулась если иметь такие пароли надо хранить в надежном месте кто знает этого человека это при да это принц уильям он был на воздушной базе и вот сфотографировался и там пароль написан на стеночке прикреплен поэтому так делать не надо хранить его надежном месте лучше всего хранить в голове если в голове не хранится можно хранить менеджеры паролей но надо еще учитывать что у этих ребят тоже может произойти казус какой-то поэтому самые сенситивные пароли вот того вашего основного ящика не храните где-то храните в голове двухфакторная идентификация у кого стоит право давайте поаплодируем сами себе вы молодцы вы молодцы второй фактор это когда кроме пароля нужно еще что-то ввести или подтвердить это может быть палец отпечаток пальца это может быть какая-то биометрическая информация а может быть просто пин-код который вам прислали в sms или push уведомления или какой-то распечатанный список кодов но там пуши и sms это самое простое что может быть поэтому домашнее задание на сегодня на всех ваших сенситивных сервисах поставить второй фактор скрытые уведомления ну стоит это сделать потому что даже если вы везде себе второй фактор поставили все равно вам на телефон будет приходить этот код поэтому если он открыт но ничего не поможет могут деньги украсть могут купить что-то на ваши деньги может вот такое произойти я даже не знаю что весь хуже что критичнее но наверное проблемы с автосервисом тоже критичная штука с интернетом с интернетом в публичных местах лучше не пользоваться вай фай в публичных местах если очень нужно использовать и vpn для того чтобы зашифровать ваш трафик но проще всего сейчас очень хороший мобильный интернет просто раздавайте с телефона подключать свое устройство с телефона ну и пятое пятое правило образования нам нужно постоянно держать себя в тонусе вот мы в этот мир пришли за последние там активно за последние 10 лет наверное нас никто никогда не учил как в нем жить поэтому есть очень базовые правила цифровой гигиены там мы чистим зубы чтобы они не болели на оба же нас учат какую сторону от взрыва ложится и как противогаз надевать а мы должны научиться вот этому как выживать в этом мире наверное образование должно быть первой первым правилам очень важным поэтому образовываемся ну вот я занимаюсь темой кибербезопасности и иногда все равно случается вот так мне пришла такая смс к и там написано руслан наши фотки выложили но я кликнул я кликнул и и там вот была такая действительно фотография друзья прислали фотки потому что когда мы научимся выживать в цифровом мире научимся там существовать мы на самом деле поймем что интернет был создан для того чтобы дать нам уникальные возможности для общения для коммуникации если там правильно настроить в первую очередь майндсет свой до настроить научиться там жить то можно и на ссылки кликать и дружить можно и все будет хорошо спасибо вам за внимание